МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу персональный акцент. Уходящий 2018 год отсчитывает свои последние дни. Декабрь, как известно, это время подведения итогов, в том числе и политических. К тому же не успеем мы отгулять все зимние праздники, как всем нам вновь предстоит сделать именно политический выбор. 24 февраля 2019 года парламентские выборы. Но вернемся в декабрь уходящего 2018 года. Каким он был для нас, вами, для страны и что смог изменить? Об этом поговорим с доктором философии, политологом и историком Борисом Шаповаловым. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы вот о чем поговорить в самом начале. С избранием Игоря Дадона, президентом страны, заложена хорошая традиция наделения, или наоборот, когда каждый год мы наделяем неким символическим смыслом. Вот 2018 год был годом Штефана Челмаря. Вот как вы думаете, насколько это все-таки сумело отпечататься в сознании наших граждан, сумело оставить определенный след в современной истории Республики Молдова? Насколько действительно важно каждому году придавать такой символический смысл? 2018 год, уходящий 2018 год, год Штефана Челмаря. Следующий 2019 год, год Семьи. Вот насколько велико значение вот таких вот символов? Вы знаете, символы ведь они всегда в жизни любого человека и любого сообщества имеют очень большое громадное значение. Вот даже наша с вами сегодняшняя встреча, да, она проходит в день зимнего равноденствия, когда мы можем загадывать какие-то желания, и они обязательно сбудутся. Кстати, вот нашим телезрителям, да, наверное, надо посоветовать сегодня это сделать, потому что это давняя, конечно, народная традиция, которая сохранилась, и, наверное, ей надо следовать. А год Штефана Челмаря, он сам по себе тоже был своеобразный символ. Почему? Потому что, ну, какая-то часть, скажем, нашего общества, я имею в виду, прежде всего, ну, у неонистов, слова из песни не выкинешь, да, есть такая категория нашего населения, которая борется против своей молдавской идентичности, которая борется против своего молдавского государства. Вот, пыталась 2018 год сделать каким-то годом юбилейным, ну, если идти по аналогии с 1918 годом, когда 27 марта 1918 года совсем абсолютно нерепрезентативный, нелегитимный орган Сватул Церих объявил о присоединении Бессарабии, а точнее, Молдавской демократической республики к Румынии. И мы знаем, как это произошло, мы с вами, по-моему, обсуждали тоже эту тему, вот, в этой же аудитории, вот, под дулами румынских винтовок. И вот эта трагическая страница в истории нашей страны, 28 лет оккупации, она сыграла, конечно же, определенную роль в жизни, ну, скажем так, целого поколения. И вот у неонисты поставили цель отпраздновать столетия, ну, образно говоря, а вдруг может быть даже и вот каким-то вторым соединением и так далее. И я понимаю, что Игорь Дадон, как мудрый руководитель государства, кстати, он очень много внимания уделяет этой теме, его первый пункт предвыборной программы как раз укрепление молдавской государственности. Поэтому я понимаю, что, образно говоря, это было сделано с одной стороны в противовес вот этим негативным разрушительным тенденциям. Вот. А с другой стороны, это было сделано для того, чтобы еще раз поднять чувство нашего патриотизма, вспомнить о том, кто мы, какова наша история, кто наши предки. И это очень важно, ведь в будущем году, ведь тоже в 2019 году эта дата будет идти как бы рефреном, продолжая год Штефана Чалмари, потому что в 2019 году мы будем отмечать 606-летие молдавской государственности. Это создание молдавского княжества. Вот чисто как историк, все-таки чуть-чуть скажу по-другому для того, чтобы быть корректным. И, конечно же, это очень важная дата. И в 2018 году под эгидой президента было проведено большое количество различных мероприятий. Достаточно сказать, вот, издание трехтомной истории Молдовы. Это фундаментальная такая работа, в которой участвовала очень большая группа молдавских историков. Это съемка трехсерийного фильма, тоже история Молдовы в трех частях. Очень шикарный фильм, я не побоюсь этого слова, прекрасно сделанный и правдиво раскрывающий вот такие вот основные моменты в истории молдавского государства. Ну и в этом же году, вот вышло буквально в этом месяце, да, сколько там, 10 дней или сколько назад, еще одна серия, ну, можно сказать, что это продолжение, да, фильма «История Молдовы». Это фильм о Штефани Челмаре, вот, об одном из самых, скажем так, выдающихся деятелей молдавской государственности. И тоже на примере его жизни этот фильм рассказывает, ну, не только вот о тех смутных временах, но и о том, чем мы можем гордиться, о том, как развивалась культура, как развивалось ремесло в тот период времени, о личности Штефана Челмаре, о дружеских отношениях молдавского княжества с Россией, со своим старым стратегическим партнером. Ведь все пошло вот именно оттуда, от Штефана Челмаре, вот эта дружба молдавского и русского народов, причем эта дружба была скреплена даже династическими связями, да, мы знаем, что дочь Штефана Челмаре вышла замуж за сына московского царя. И, возможно, ну, вот так, к сожалению, сложилась история, не посчастливилось, что наш молдаванин не стал, да, царем, наследником российского престола, а могло ведь все быть. Поэтому эта тема, она, конечно, очень важная, и вот то количество громадное, фестиваль патриотической песни, встречи в трудовых коллективах, лекции, беседы, уроки, все это, конечно, проходило под эгидой президента. К сожалению, вот это надо как-то отметить, подчеркнуть, в этой работе практически не участвовало наше правительство, оно как-то отстранилось, создалось такое впечатление, что у нас правительство какого-то другого государства, а не республики Молдова, и действительно вот от этой даты, от каких-то организационных мероприятий, к сожалению, наши правительственные чиновники уклонились. Мы, наверное, еще как бы на слуху еще фраза Павла Филиппа о том, что в его жилах течет румынская кровь, чем, наверное, не мог похвастать Штефан Челмари. Ну да, Штефан Челмари этим как раз не мог похвастать, и, кстати, он говорил на совершенно другом языке, да, не на румынском языке, он говорил на молдавском языке, он говорил на старославянском языке, и вся его канцелярия ввелась как раз абсолютно не на румынском языке. И поэтому удивительно, почему унионисты собираются именно вот у памятника Штефана Челмари, который... Ну да, который... Это понятие, в общем-то. Я думаю, что если бы... Не понимал больше. Да, вы знаете, Станислав, я думаю, что если бы вот Штефан Челмари с этими друзьями в кавычках встретился в то свое время, то, наверное, его меч... Ну, финал, да, известен. Ну да, 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 потому что при том, что он очень много делал, и с одной стороны его считали как бы защитником государства и так далее, но это был очень такой жесткий правитель, который и мечом, и крестом сохранял молдавскую государственность. Вот так, такое сложное время было. Вот, и поэтому, конечно же, это очень хорошо, что эта работа проводится. Можно говорить еще очень долго, но я думаю, что поставим, наверное, точку на этой теме. И, подчеркнув, что вот действительно вот провозглашение какого-то очередного года, каким-то годом, который связан с молдавской государственностью, а вот Игорь Дадон, да, в одном из своих недавних выступлений, он так и сказал, что моя цель и задача, мы всегда будем находить вот какую-то важную веку в истории нашего молдавского государства и будем как-то всем обществом реагировать на это, ну, вспоминая вот нашу историю и развивая элементарное чувство патриотизма, гордости за свою страну. Вот следующий свой вопрос я сделаю продолжением вот той мысли, которая была высказана среди прочих, вот в вашем ответе. Вы упомянули тот факт, что 2018 год был годом столетия, который попытались по-своему широко отметить наши унионисты. Да, но у них не получилось. Вот такой вопрос, почему все-таки при всем том, что существует утверждение широкого распространения идеи унионизма, при том, что у нас сегодня в школах преподается практически… Антимолдавский, антигосударственный курс истории. Да, курс истории, то есть направленный именно вот на унионизм, на реализацию идеи унионизма. При всем этом, этот год, в общем-то, разочаровал их, столетие, отметили, ну, знаете, таким пшиком, каким-то, в общем-то, скромным маршем с румынским флагом. И, тем не менее, я так понимаю, что жажда вот этого унионизма, или это сама идея, она плавно перетекает в какие-то новые политические формации. И мы, видимо, увидим людей, которые, то есть политиков, которые ратуют за унионизм в новых политических формированиях. Вот в чем этот феномен, по-вашему, и какова перспектива все-таки в реализации этого проекта, при том, что, как показывают последние опросы, идея, вопреки всем их утверждениям, не пользуется таким широким, такой широкой поддержкой, каким хотелось. Да, вы знаете, на днях мне один знакомый сказал, вот, ты понимаешь, 2018 год – это крах молдавского румынского унионизма. Ну, я, честно говоря, не совсем согласен с такой постановкой, да, вот, категоричной. Да, сама идея, она не имеет какого-то особого притяжения у нас в молдавском обществе, потому что большинство населения, ну, я имею в виду не молдавское население, ну, естественно, да, русские, украинцы, гагаузы, болгары и все другие 80 этносов, которые населяют республику Молдовы, ну, естественно, никак себя с румынами не отожестляют. Вот, и абсолютное большинство молдаван, да, как мы говорим, титульная нация, хотя мне не нравится вот это определение, вот, ну, где-то процентов 80, а они считают себя тоже молдаванами, они говорят, что это молдавский язык и так далее. И получается, что вот это агрессивное меньшинство, вот, которое себя считает румынами, то, что они считаются и румынами на здоровье. Это личное право человека самоидентифицировать себя с определенной культурой, с определенным языком на здоровье. Это никаких вопросов здесь и быть даже не может. Но навязывать вот эту тенденцию другим и навязывать ее агрессивно, ну, наверное, не совсем верно. Все эти партии, ну, их там до десятка, которые, образно говоря, провозглашают унионизм какой-то своей идеей, но они все маленькие по численности, все их лидеры постоянно грызутся друг с другом. А грызутся почему? Потому что финансово их подпитывают, к сожалению, соседнее государство. Мы знаем, что в румынском МИДе есть подразделение для работы с румынами отовсюду, как они провозгласили несколько лет тому назад. Есть соответствующее финансирование, эти цифры есть, все написано на информационных ресурсах, на соответствующих сайтах, какие гранты, в каких суммах, сотнях тысяч, миллионах они получают, то есть и средства массовой информации, и эти политические партии. И вот у них идет борьба за распил, по большому счету, вот этих денег. Судя по всему, поляна небольшая, она желающих. Да, но поляна небольшая, идея вроде бы у них есть, но вот этот материальный стимул доказать, постучать себя в грудь кулаком, что я лучше румын, что я румын. Больше папа римский, чем сам папа римский. Но вот это вот есть. У них была надежда, вот этот проект Трояна-Босецку был, конечно, очень опасный, да, вот, почему, потому что вот этот вояж, несколько месяцев тому назад, Трояна-Босецку по нашей стране, с его выступлениями, когда ряд молдавских телеканалов это транслировало, показывало, ну понятно, опять-таки, за какие деньги и с какой целью, да, ну вызывал, образно говоря, недоумение, когда бывший президент, соседний, ну пусть и дружеской, братской страны, ездит у тебя по стране и открыто призывает к уничтожению твоего государства. И у нас ни правительство, ни парламент, ни служба информации и безопасности, ни генеральная прокуратура абсолютно ноль реакций, будто это так и должно быть. И, конечно же, просто человек, глядя на все это, думает, наверное, это государственная политика. В другой европейской стране одели бы давно наручники, проводили до границы, сказали, все, друм-бун. Я думаю, наказали бы даже не только его, но и те, кто поощрял все это, кто это показывал на экранах. Вот, и здесь я считаю, что очень определенную такую большую роль сыграл как раз Игорь Николаевич Дадон, когда, ну мы же помним, когда он только два года тому назад вступил в свой мандат, он буквально через несколько дней издал один из своих первых указов, которым он лишил Трояна Бесеску, молдавского гражданства. Ну это понятно, это лишило Бесеску и какой-либо возможности баллотироваться в качестве депутата, то есть сформировать вот этот костяк унионистов и провести его в парламент. Вот, и все планы вот наших соседей, которые видели, наверное, 2018 год и очередную нашу парламентскую кампанию немножко по-другому, они, конечно, рухнули. Вот, но беспокоит меня следующий фактор. Вы упомянули уже высказывание Павла Филиппа, нашего премьера, которое меня потрясло, да, в его жилах течет там румынская кровь. Боже ж ты мой. Нам известны люди, которые разговаривали там с Ромизич Цусом. Я знаю, что, да, я знаю, что, а, ну да, сумасшедших у нас много, я согласен, там, кто-то из-за Штефана Чалмария выходил замуж, помните, да. Как-то эта тенденция, видите, сохранилась. Я думал, где-то вирус прервался. Нет, сама постановка, вот в его жилах течет румынская кровь. Ну, вы знаете, в моих жилах течет красная человеческая кровь, в ваших тоже. У итальянцев, у немцев течет точно такая же. Венозная и артериальная, если биологию дальше рассматривать. Да, вот, а вот когда появляется национальный подтекст, он уже попахивает, ну, какими-то нехорошими ассоциациями. Ну, и высказывание Канду в том же русле. Понимаете, здравомыслящую часть нашего молдавского общества, государственников, беспокоит то, что часть наших руководителей страны, члены конституционного суда, часть, скажем так, депутатского корпуса, министры, они имеют двоедное гражданство. Вы помните вот эту вот дискуссию несколько месяцев тому назад, а может ли офицер службы информации и безопасности быть гражданином другого государства? Ребята, о чем мы говорим-то, к какому государству он присягал? А эти вот руководители, тот же Филипп Канду, к какому государству они присягали, к какому они служат на сегодняшний момент? В чьих интересах выносит решение молдавский конституционный суд, в котором заседают граждане румынского государства? Вот или они врут? И как я могу верить таким судям, если он, вот здесь он по молдавскому паспорту голосует, а здесь он голосует как гражданин Румынии? Вот где, по какому паспорту они принимают решение и голосуют? Вот мне это непонятно. Это не может быть в государстве. Ну ты считаешь себе вот этим, да? Ну на здоровье считай себя, но не претендуй тогда на какую-то государственную должность, на власть, потому что ты не патриот этого тогда государства получается, у тебя не болит душа за него. Ну я вот может очень по-простому это понимаю и говорю, но я считаю, что у любого вот такого обычного здравомыслящего человека вот эта вся ситуация вызывает вопросы. И сегодня вот все они вдруг поддержали вот этот блок АКУМ. И та же вот партия Босеску Шалару, где Босеску почетный председатель, Анатол Шалару, председатель этой партии, они заявили о поддержке этого блока АКУМ, то есть Санду и Настаси. Либеральная партия поддержала, либеральная демократическая партия там в год пошла. То есть все радует, но и по большому счету там либералы были у власти, либерал-демократы были у власти. Сама же Санду тоже была прекрасна министром у нескольких правительств и принимала многие решения непопулярные, которые мы знаем по сегодняшний момент, разрушала нашу систему народного образования. Ну при ней же школы закрывались, при ней же был принят вот этот кодекс об образовании, который лишил, скажем так, национальные меньшинства уверенности в том, что они будут изучать свой язык, о том, что они смогут дать образование своим детям на своем родном языке, что наоборот Европейский Союз приветствует и говорит, что это нужно сохранять и так далее. Здесь много возникает вопросов. И поэтому я, например, с какой-то настороженностью отношусь к тому, что вот эти люди могут на парламентских выборах взять там какое-то большинство, сформировать потом опять же с этой же демократической партии и продолжить вот этот курс на разрушение молдавского государства. Поэтому, ну не знаю, опять-таки мы должны очень серьезно думать, когда мы пойдем 24 февраля на избирательные участки, за кого и за что мы проголосуем. Потому что выбрав вот таких представителей, ну с моей точки зрения абсолютно беспринципных, да, то они с этими были, то с другими, то с третьими. А вот как выборы, они все вот кучкуются, делают одни типа враги, вторые типа оппозиционеры с ним борются. А только выборы закончились, еще не закончились, там еще бюллетени с ящиков не начали высыпать, и они уже целуются, обнимаются, давай альянс там 5-й, 8-й, 10-й организовать. Но нет у меня доверия этим людям. Понимаю. Ну когда вы говорили, например, о судях Конституционного суда, о членах правительства и людях, которые издают законы, ну одна надежда, что разве что наказание они будут нести, как говорится, не по паспорту, а по совести. Ну за содеянное, ну да, там есть и содеянное, но если мы вспомним эту историю с миллиардом, то все-таки я знаю, что очень многие люди все-таки ждут того справедливого часа, когда те, кто к этому был причастен и получат то, что им должное. Я не говорю, что может быть они и сами украли этот миллиард, они в этом участвовали. Но сегодня вот в современном, сегодняшнем демократическом правительстве ведь есть два человека, которые принимали эти непопулярные решения, брали обязательства государства под все эти махинации. Да, можно сказать, они говорят, они не знали, они заботились о народе, но тогда они были просто министры. Не профессионалы. Тогда они просто проявили элементарную халатность, они нанесли ущерб молдавскому государству, громаднейший, на миллиарды. Да, они нанесли ущерб молдавскому народу. Но если человек завскладом там, да, работает, и он сам не крал, но по его халатности исчезли материальные ценности, кто это восполняет? Тот завскладом, при котором это произошло? А они наши нанятые работники, нанятые народом, люди, чиновники, мы им доверили управление, а они с этим не справились, они нас сделали беднее, и хин, наверное, за это надо отвечать. И они опять же идут за каким-то там мандатом доверия, потому что изберите нас, еще не все украли. Ну да, получается так, что по второму кругу. Удивительно, другой момент, уже будем говорить, так сказать, такого характера политическо-ментального, что обидоливать. Смотрите, наши сограждане, когда рассуждают на тему унионизма, кто они больше там, или в общем-то, то есть кто мы, второе румынское государство или все-таки молдавское государство, обсуждая эти темы, не понимают один момент. Из учебников истории, из нашего с вами сознания, сознания, ну, не будем говорить нашего с вами, а сознания молодых людей, вытравили возможность задуматься о том, что унилия сама себе, вот идея объединения двух так называемых румынских государств, вот эта возможность для соседнего государства, наверное, единственная, по большому счету, возможность легитимизации себя любимой, потому что, когда в Европе румыны, я думаю, хорошо знают свою историю, как создавалось это государство, и когда в Европе вдруг опять перекраиваются границы, есть риск потерять свое государство. А вот такое, будем говорить, объединение, а фактически захват соседней территории, это и есть, в общем-то, возможность себя узаконить, закрепить себя на карте Европы. Вот это печально, что никто не доносит молодым нашим гражданам, которые придут на смену нам с вами, и которые, возможно, просто, если не активно будут участвовать в этом процессе объединения, захотят, то кто-то и пассивно посмотрит на все, а почему бы и нет. Вот что страшно. Да, конечно. Вы знаете, все-таки любое государство, которое думает о своем будущем, а оно все-таки развивает патриотизм, оно способствует развитию своей истории, своей культуры. Маленькое государство, небольшое государство или большое государство, но подход должен быть один и тот же. Госпособность еще на жертву ради государства, ради Родины. Да. Сегодня ждать от людей, у которых есть два паспорта, подумать, ради кого ему и чем жертвовать. Можно пожертвовать, молдавским паспортом и этим государством, в угоду другого паспорта. Да, к сожалению. Если дальше с вами подводить итоги, политические итоги уходящего года, ну, возьмем, например, вот такую часть, такой срез. Когда Игорь Николаевич Дадон занял пост президента Республики Молдова? Часто можно было услышать, что это будет самый нерукопожатный президент, его не будут принимать в Европе. Более того, он будет ездить разве, что только может быть в столицу Российской Федерации больше... Если его там еще примут, все так говорили, да. И делали все, что возможно... Ваш анализ этого удалось ли, ну, вот разгромить практически вот такие, будем говорить, такой комментарий, который существовал, например, в первые годы президента Республики Молдова? Ваш вопрос. Вы знаете, здесь вот у меня как бы два таких аспекта. Я бы их обозначил так. Евразийский прорыв Игоря Дадона и дипломатический прорыв Игоря Дадона. То есть это дальше, чем на восток? Да, дальше, чем на восток. Почему? Потому что он начал с евразийского прорыва, да, с восстановления политических, по большому счету, потом экономических отношений с Российской Федерацией. И я так понимаю, что не без поддержки Владимира Путина, не без его активного участия в этом у Игоря Дадона получился переход и на европейские страны, на отношения с этими государствами. Но прежде всего, да, действительно надо отметить, что вот и отдать должное двум президентам, Путину и Дадону, о том, что у них получился диалог. По большому счету, ну что такое Молдова для России? Ну как бы тут не пыжились Дадон, Скандо и прочие. Шелепскан. Да, ну по большому счету, ну давайте по размерам, по экономикам, по прочим-прочим вещам, ну трезво оценивать свое место в истории, тем более в геополитике, да. Вот. И после того, что вот это проевропейское правление за последние 9 лет натворило в отношениях с Российской Федерацией, с этими всеми запретами и русских информационных программ, русских телеканалов, с высылкой российских дипломатов, писателей, журналистов, вот когда там на пол в аэропорту вложили, да, когда женщин на руках журналистов населения, ну вот вашу коллегу Дарью Асламову, там еще кто-то, ну это очень некрасиво, это нелицеприятно все. И почему? Потому что какой-то глупый вот такой идеологический принцип. Вот мы типа в Европу собрались, а значит все остальное нет. Подождите, у нас что, гражданская война идет, у нас что тут борется, я не понимаю, сатана с каким-то ангелом, еще что-то, что за война у нас может быть? В общем, вполне реально могут уживаться разные политические теории и течения, разные взгляды на развитие, и только благодаря выборам делается поворот или в эту сторону, или в другую сторону. Но в этом нет ничего революционного, в этом нет ничего военного. Я посмотрю на наших правых политиков, ну они же там злобой исходят, потому что вот Дадон туда поехал, у Дадона что-то получилось, ну это просто смешно как-то выглядит, а с другой стороны понимаешь, что тот низкий политический, вообще культурный уровень, местечковый вот наших руководителей вот этого проевропейского направления и движения. Тем более ни Дадон, ни партия социалистов, ни вот те большинство сегодня молдавского народа, которое поддержало нашего президента, ведь не возражаем мы против европейской интеграции. Никто не говорит, что надо сегодня взять и порвать этот договор о европейской ассоциации. Но есть вопросы, которые надо пересмотреть, защищая свои национальные интересы. И Игорь Дадон как раз говорит об этом. О чем идет речь? И речь идет о том, что да, для нас мы должны вернуться к вопросу об асимметричной торговле с Европейским Союзом. Таким образом мы должны защитить своего производителя местного, которого еще не добили, которого еще не разорили, потому что это рабочие места, потому что это вот то, что... Сохранение популяции страны. Да, сохранение молдаван как нации вообще. Вот. И понимаете, вот Дадон поехал в Москву, Путин ему поверил, потому что правительство заявляло одно, Дадон летит в Москву, а Канду заявляет одно, Филипп заявляет то же самое, говорит, он типа сам по себе турист поехал политически там, то, что он там будет обещать, Молдова этого делать не будет. А тем не менее, смотрите, яблок было поставлено больше, чем вся Польша поставляла в России. Конечно же. Если еще говорить об амнистии Игранской. Да, Станистал, и посмотрите на мудрость Путина как российского президента и на мудрость вообще российского руководства. Правительство говорит так, молдавское, на здоровье. Вот президент просит другое. Ну пойдем мы на встречу президента. Да, ну давайте вот здесь восстановим, давайте запустим молдавские предприятия, давайте будем принимать там овощи, фрукты и так далее. Поехала вот последняя поездка 31 октября, 1 ноября до Дона, да? Вот сняли таможенные пошлины на 5 видов сельскохозяйственной продукции, на виноконячную вот эту товарную группу, на консервную группу. Пожалуйста, сняли опять-таки на полгода. О чем это говорит? Это говорит о том, что это открытый сигнал. Идите к нам, мы абсолютно не против, мы вам не ставим как Европейский союз политических требований, измените конституцию, измените закон, как это требует Европейский союз. Мы не выдвигаем вам требования, чтобы вы реформировали свою прокуратуру, или каких чиновников вы назначаете, какие там телеканалы вы будете смотреть, с какой якобы пропагандой вы будете бороться. Нам до этого, россиянам, дела нет. Это ваши внутренние дела, как вы там живете, свою жизнь устраиваете. Живите. Мы хотим с вами торговать. Если вам это выгодно, торгуйте с нами. Не хотите, до свидания. Нормальная постановка прагматичной современной политики. Опять-таки, без навязывания никакого. Европейский союз, это политическое экономическое объединение, прежде всего политическое. И Евразийский экономический союз, это экономический союз. Но на западе, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, и в Евросоюзе кричат, Россия хочет создать второй Советский Союз. Ну, во-первых, я, как родившийся в том первом Советском Союзе, не вижу ничего плохого вот в таком восстановлении Советского Союза. Хотя я прекрасно понимаю, что это невозможно, об этом все говорят в открытую, и все прекрасно это понимают. Но это экономический союз. Тебе выгодно, ты торгуй. Тебе выгодно там работать, присылай своих людей и работай. Вот это первый прорыв Игоря Додона, плюс это вот миграционная там политика. Ну, если останется время, может, мы эту тему затронем. Вот. Это решает проблему сохранения рабочих мест здесь у нас в республике. Это позволит привлечь инвестиции громадные российские. Вот первый молдавский торгово-экономический форум 20-22 сентября, который провели. Только в течение этого форума там семь соглашений было заключено на 250 миллионов долларов. Когда все правительство Павла Филиппа за 2017 год, за год привлекло 205 миллионов. И полученные гарантии, например, инвестирование миллиарда. Миллиарда? Ежегодно. Да, если будут опять же гарантии. Станислав, ежегодно. Конечно. И кто приехал из России? Опора России, деловая Россия, торгово-промышленная палата России, союз предпринимателей промышленников России. Свыше 200 бизнесменов очень высокого ранга. Он только за один завод в Гагаузе, я не помню, сколько, по-моему, 120 миллионов инвестиций, да, в Гагаузский завод осветительной аппаратуры. А потом там Уральский Уралмаш, по-моему, или какой-то завод там, сервисный центр по этим сельскохозяйственным тракторам, еще что-то собирается открыть. То есть, таких проектов много. И причем россияне, вот для наших телезрителей я хотел бы объяснить один очень важный момент. Да, конечно, не надо отказываться от кредитов Европейского Союза, от их грантов, если они это чисто, если это выгодно. Но они под эти кредиты ставят условия определенные. Вот вы сделаете это, мы вам дадим. Вот вы там вот это делаете, мы вам дадим. Россияне не ставят таких условий. Они говорят только об одном. Давайте вместе это делать. Консорциум. Вы 50%, мы 50%. Защитите наши инвестиции, чтобы мы были гарантированы. Тем более при наличии российского рынка. Да, при этой вашей очень сложной коррумпированной судебной системе, мы хотели бы быть защищены, что мы все вместе этим делаем. Это единственное условие, но это условие нормального бизнесмена, который думает о сохранности своих денег и инвестиций. Второй прорыв дипломатический. Ну, посмотрите, вот в своем отчете Игорь Николаевич Дадон за вот два года его деятельности. Более 40 руководителей других стран он встретился. Это и президенты, это и премьер-министры, это председатели парламентов. С некоторыми по несколько раз он встречался. У него хорошие отношения сложились с белорусским президентом, с новым лидером Армении, с премьер-министром. У него хорошие отношения сложились с премьер-министром Венгрии. Мы видим прекрасные отношения развиваются, торгово-экономические отношения с Турцией и личные отношения с Реджепом Эрдоганом. Все-таки, ну, давайте не будем сбрасывать со счетов. Это величина, это страна геополитического плана. И дружба, и отношения с такой страной, они, конечно, значимы. Это даже последняя вот эта поездка европейская Дадона во Франции. Ну, знаете, я видел, как он и с Порошенко общался, я видел, как они с румынским президентом улыбались, жали руки друг другу, хлопали себя по плечу. То есть ни о какой вот этой изоляции речь не идет. Да, есть, конечно, определенные политические аспекты. Они связаны прежде всего с борьбой геополитической на этом пространстве. Потому что кое-кому хотелось бы, в первую очередь, Европейскому Союзу оторвать Молдову полностью вывести из-под контроля Российской Федерации. А Соединенным Штатам Америки хотелось бы здесь поставить очередную какую-нибудь противоракетную батарею, направленную против Российской Федерации. Но они будут утверждать, что против Ирана. Да, конечно же. Поэтому у России, когда вот какие-то вопросы решаются, у России одно пожелание к Молдове. Оставайтесь нейтральными такими, какие вы есть. Россию больше ничего не волнует. Ей главное, чтобы вот с этой стороны было тихо, мирно и спокойно. Но это нормальное желание жизни с нормальным соседом. Я хотел бы, вот мы с вами два соседа, да, чтобы за моей стенкой не играла громко музыка в два часа ночи, да, или чтобы вы там не полили из ружья вот над моим окном. Ну, это нормальное желание. Ну, вот я это воспринимаю таким образом. Ну, слушая вас, я поймался на мысли, что вот мне захотелось перефразировать российского президента Владимира Владимировича Путина. Я надеюсь, он простит меня. Помните, была им высказана фраза, кто хочет возвращения Советского Союза, у того нет ума. Но кто не жалеет, у того нет сердца. Да, у того нет сердца. Вот мой вариант, вот по итогам такой нашей с вами беседы, ну, звучит так. Вот кто не хочет зарабатывать вместе с Россией, у того нет ума. А кто не хочет думать о своем народе, у того нет сердца. И вот сегодня мы наблюдаем за тем, что вот в политической элите как у нас люди, у которых нет, получается, ну, опять же, по моей формуле, не ума, не сердца. Да, точно. Под занавес нашей встречи время бежит неумолимо, даже не успевают считывать эти минуты, но тем не менее, вот ваш предварительный прогноз на парламентские выборы. Вот итоги, я понимаю, что мы не все итоги уходящего 2018 года подвели, тем не менее, опираясь на вот знания этих итогов. Это, наверное, не одна передача. Конечно. Вот ваш прогноз на парламентские выборы, какова расстановка сил, с чем идет сегодня политическая элита, так скажем, ну, то есть те люди, которые заявили себя в политике, которые считают, что таким образом они отстаивают наши с вами интересы, ну, я имею в виду избирательницы, граждан. Перспективы опасности вот того, что сегодня сложилось на политическом олимпе. Вы знаете, Станислав, вот самое неблагодарное дело это делать прогнозы, тем более делать их публично, потому что у нас народ любит, ой, аж повалов, в 2010 году до нашей эры сказал такую фразу, ну, во-первых, это было в том году, а во-вторых, это было совершенно в другом контексте и была совершенно другая политическая ситуация, расклад и так далее. Ну, люди, когда не совсем понимают, что они сами говорят, то это уже беда этих людей. Ну, тем не менее, я рискну это сделать, почему? Потому что, ну, я все-таки считаю себя каким-никаким, но профессионалом в этой сфере. Я политолог, я социолог, я специалист в этих процессах, причем не теоретически, а практически. Я по всем социологическим данным, по всем выкладкам, вот, если анализировать вот за весь этот период, вот я имею в виду два года, да, вот не будем брать четыре года всего парламента, два года, как появился президент Игорь Дадон и поменялась роль партии социалистов, да, совершенно другая в обществе стала, то здесь четко просматривается тенденция увеличения, конечно же, электората у этой политической силы и поддержки у президента Игоря Дадона, вот, исходя из тех, хотя бы нескольких моментов, которые мы обозначили, но это работает, естественно, на их авторитет. Вот, здесь три политические силы, основные, конечно, будут бороться. Партия социалистов, это партия социалистов, и она займет первое место. По серьезным выкладкам сегодня, если брать победу по партийным спискам и по избирательным округам, потенциал партии социалистов, вот, я не побоюсь сделать этот прогноз, от 48 мест в парламенте до 57-58. Это реальность. Вот в этой... Проверим себя. Проверим, вот в этой промежуточной вилке и будет расклад голосов партии коммунистов. Здесь партии социалистов. Вот здесь, вот здесь есть, конечно, масса факторов, которые могут повлиять на это уменьшение процентного соотношения, а может даже на увеличение, потому что всегда последняя стометровка, вот, выборы, она очень важна. Почему? Потому что вот сегодня где-то процентов 30, даже больше, избирателей не определились. Вот они придут на избирательный участок, и вот он будет идти на избирательный участок, и вот так устроен наш избиратель, определенная частью. Все, я решил, вот я за этого буду. Но он решил это потому, что на него воздействовала вся эта система пропаганды, вся эта система предвыборной кампании, кто что обещал, кто что говорил, и все остальное. Поэтому вот так значимо вот эта вот последняя, как говорят, ее 100 метровка. Ну, это всегда так. Запоминается начало, как мы садились за стол, и запоминается конец. Ну, конец, правда, иногда не помнится, да? Но вот начало и конец. Кроме тех, у кого были фотоаппараты. Вот, и, конечно, три силы. Это на втором месте, я уверен, будут демократы, потому что за ними будет мощный административный ресурс. Но все-таки 700 примарий и округа. Ну, тут надо прекрасно понимать, что это сработает. На третьем месте будут, конечно же, блок вот этих правоунионистских сил, которые гордо себя назвали АКУМ. Что произойдет дальше? Ну, партия социалистов четко и ясно, вот даже вот последнее заявление Игоря Дадона, что никаких блоков ни с правыми, ни с демократами быть не может. Партия социалистов намерена на победу, на формирование своего правительства, на развитие и сохранение молдавской государственности. Поэтому компромиссов здесь быть не может. Или будут повторные выборы, если ни одна из этих сил трех основных не наберет во второй половине 2019 года. Вообще год будет очень интересный. Парламентские выборы 24-го, в мае у нас выборы Башкана-Гагаузии, в июле у нас местные выборы. Если еще получится, то могут быть повторные парламентские. Ну, дай бог, чтобы их не было. И вот здесь, конечно же, возникает вот эта опасность, что будет с выборами. Будут ли они признаны, не признаны. Я уверен, что если победят, ну, образно говоря, демократы и вот АКУМ, они наберут большинство в итоге голосов, их заставят создать очередной проевропейский альянс. При этом, что лидеры АКУМ говорят, что никогда с демократами не сядем за один стол. Боже мой, куда они денутся, куда они денутся. Есть посольство Соединенных Штатов, есть посольство Европейского Союза, есть их румынские, европейские спонсоры, и тех, и других, которые американские, которые скажут, так, ребята, все. Собираемся в аэропорту, получаем инструкцию. Ну, мы 9 лет, да, это уже видели все вот подряд. Поэтому, конечно же, ну, я думаю, что все-таки, мне хотелось бы верить в то, что вот тот задел 52% голосов избирателей, которые проголосовали за Игоря Дадона 2 года тому назад, ну, увеличится хотя бы до 60%, для того, чтобы иметь такую уверенную победу. Потому что, ну, настало время наводить просто элементарный порядок у нас в стране. И я не знаю, по времени мы уже, наверное, завершаем. Тогда я хотел бы вот сказать одну мысль. Вот у Игоря Николаевича Дадона прозвучала идея, да, создания национального движения в поддержку президента. Ну, в общем, он озвучил эту просто идею, потому что эта идея давно уже появилась, родилась, обсуждалась в различных вот таких вот кругах. Почему? Потому что, ну, вот два года президентства прошло, да. Вот теперь парламентские выборы. И, как Игорь Дадон сказал, да, действительно рубикон. Дальше уже некуда варьировать, некуда отступать. И если, конечно же, будет попытка не признания выборов, а их могут не признать только в одном случае. Вот те члены конституционного суда, три от демократической партии, которая сегодня стала, значит, три других члена конституционного суда внушают доверие, да, вот, чтобы эти, вот, конституционный суд демократической партии, не побоюсь вот такого обозначения, не принял решение о непризнании выборов. Они могут принять только в случае победы партии социалистов. Вот, наверное, народное движение тогда должно сказать свое слово, должно защитить и президента, и должно защитить ту партию, которая отставит их интересы. Я считаю, что по-другому не может быть, потому что, ну, не могут те люди, которые развалили экономику, которые практически уничтожили нашу молдавскую государственность, да, которые говорят, что они граждане другого государства, в их жилах течет другая кровь, ну, наверное, желать процветания той стране, которой они сегодня управляют. Значит, их нужно менять, менять демократическим путем. Если они будут фальсифицировать выборы, обманывать, лгать, ну, значит, народ имеет право, наверное, защищаться в данной ситуации. Да, насколько известно, именно проявление воли народа является, в общем-то, высшим проявлением демократии. Он суверен этого государства, ну, мы все прекрасно понимаем, как работает вот этот современный демократический механизм, он, образно говоря, не совсем демократический, если разобраться, но это, наверное, тема совершенно другого разговора. Борис, спасибо, время прибежало незаметно, и, думаю, наверное, так же незаметно прибежало наших телезрителей, но я уверен, что оставило определенный след в понимании происходящего, в оценке происходящего, и, в общем-то, поможет, опять же, нашим с вами зрителям сделать правильный выбор. Спасибо вам. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор философии, политолог и историк Борис Шаповалов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин